добрый день мои дорогие уважаемые подписчики гости канала уважаемые коллекционеры любители истории страны случайный зритель моего скромного канала страны антикуриата на связи канал что в старой шкатулке всех приветствую друзья мои мира вам добра всем крепкого здоровья мир вашему дому мир в каждый дом друзья мои это видео ответ всем хейтерам которые пишут мне светлые добрые комментарии типа ты барыга ты перекупщик ты все это продаешь на американских сайтах и получаешь миллионы долларов ты выдуриваешь память эти ордена и медали у родственников ты обманываешь дедушек и бабушек друзья мои вот такие вот добрые комментарии вот такие вот добрые люди которые сидят где-то там на диванах диванные эксперты ничего своего не создали а только умеют ну критиковать сидеть критиковать писать какие-то гадости и так далее и тому подобное бог им судья грошим цена цена друзья мои потому что я понимаю что тяжелое время людей сейчас очень много злых добрых людей очень мало друзья мои но вот хочу показать вам что я являюсь и сказать что я являюсь коллекционером фалеристом все это я коллекционирую все это я собираю горжусь что я коллекционер горжу что я соберу историю и все это будет потомкам друзья мои останется потомкам которые думаю будут гордиться нашей славной доброй истории хочу показать вам как я оформляю коллекцию фалеристики друзья ну вот пару дней назад кто меня смотрит то подписан на мой канал вы знаете что со мной связалась одна девушка предложила выкупить ордена и медали там из черниловской области выкупил я у нее орден честной войны первой степени видите без документов к сожалению но я стараюсь собирать с документами ордена и медали но если попадается уже без документов конечно же нужно выкупать друзья если есть предложение нужно брать ну и медаль за отвагу посмотрите состояние родной сбор все есть про звено не раскушено эмали сохранили смотрите самолеты танк и так далее надпись две строки за отвагу номер номер медали 33 миллиона уже здесь номер видите 453 тысячи тоже к сожалению без документа без документа была очень желаемая медаль для ветерана и самая дорогая друзья ее нужно было своим потом кровью и заслужить ее носили на парады когда еще был жил ветеран но когда ветеран умирал все это друзья мои неслось куда-то на свалки на мусорки где-то каким-то барыгам непонятным все это отдавалось друзья не нужно нести куда-то там мало знакомым людям на базары потому что там все стоят перекупщики нету там настоящих коллекционеров а лучше конечно же найти коллекционера которая сбережет память который будет беречь который будет гордиться который красиво все это оформит вот так вот я оформляю смотрите ну конечно же все еще не закончено потому что здесь еще я планирую у меня есть боевая гвардия вот здесь будет у меня еще боевая гвардия а внизу здесь меня будет красная пятиконечная звезда в эмали в тяжелом металле друзья смотрите все вот эти вот предметы продали мне родственники а вот письмо уникальное письмо который видите посередине я нашел на пункте прио металлом уколотуры друзья часто часто я нахожу и письма и фотографии какие-то документы кардинам медалям масса масса каких-то почетных грамот и так далее то подобное кто это все несет нам на мусорке на утилизацию на свалку понятное кто добрые родственники вы же пишите что я выдуриваю друзья мои все вот эти вот предметы куплены у родственников за ту цену которые они сами говорят и вот эти вот те предметы все найдены где-то там на каких-то там помойках вот пожалуйста военный такой вот конверт видите конверт файлики все так все бережно я берегу и вот сегодня оформляю вот такую вот коллекцию это у нас один тесно военной первой степени за отвагу и такое вот письмо друзья смотрите смерть немецким захватчикам воинская бесплатная куда кому адрес отправить и полевая почта и письмо на украинском мове мои славные добрые не 100 винница человек спрашивает интересуется вот за своих братьев сестер за соседей смотрите и вот пишут передавайте привить сим моим знаем вот пожалуйста когда люди были и стали какие добрые люди были переживали за все друзья хотя свистели пули швырялись там гранаты взрывы и так далее и тому подобное сами понимаете фронт война друзья но не утрачивали свое обличие человеческое не писали какие-то гадости и так далее и тому подобное я думаю что нормально я оформляю все конечно же оформлю друзья все это на стеночку займет почетное место красивая вот рамочка которая у меня была вот такой вот видите здесь у меня ткань такая вот мешковина все так красиво получилось было у меня такое вот стекло пластик я под стекло фотографию конверт все с фотографией видите наши славные добрые войны за нашу советскую родину наступают видите бьют фашистов видите вот такое вот письмо которое должно храниться где-то в музее оно оказалось на свалке потому что кто славные добрые родственники сдали в утилизацию друзья мои не судите строго это просто наболело пишут какую-то такую ерунду я думаю что мои уважаемые коллеги кто коллекционер настоящий коллекционер фольерис поймут меня и поддержат меня друзья мои но но вы тоже напишите свои светлые добрые комментарии прав я или же не прав нужно так оформлять коллекции или же не нужно или пускай все это уходит непонятно куда друзья мои мир вашему дому крепкого здоровья друзья мои собирайте коллекционируйте вместе с каналом что старой шкатулке смотрите мои новые интересные видео пишите свои светлые добрые комментарии кто еще не подписался на мой скромный канал старины подписывайтесь я всем добрым людям рад друзья мои ну и конечно же будет скоро новое интересное видео сойдемся мы пойдем мы сейчас на пункты первого металла макулатуры посмотрим что же и мне удастся там найти друзья всем пока удачи до новых встреч пока